Тормозные цилиндры Тормозные цилиндры Тормозные цилиндры Тормозные цилиндры Начинаем регулировку С заднего правого колеса Для того, чтобы подвести заднюю колодку заднего колеса Нам нужно будет крутить вот этот эксцентриковый болт По часовой стрелке А колесо вращать при этом Как при движении назад Вообще удобнее процедура Это выполнять с помощником Но можно одному неплохо справиться Давай Так, ну вот Колесо у нас застопорилось Так, ну вот видим, что Когда я пытаюсь подвести колодку Колесо у меня стопорится Значит, с этой колодкой все в порядке И слышно такое легкое касание колодок За тормозной барабан Переходим к следующей стороне Для регулировки передней колодки заднего колеса Нам нужно будет крутить эксцентриковый болт Против часовой стрелки И при этом вращать колесо Как при движении машины вперед Крути Все, не идет? Не крутится Ну вот видим, что здесь тоже При провороте эксцентрика ключом Колесо также тормозит Значит, с этой колодки тоже все в порядке Ну и чтобы окончательно убедиться, что это колесо работает Мы сейчас его крутанем А помощник Надавит подаль тормоза из машины Давай Так, ну вот все, колесо застопорилось Здесь с колодками все нормально Переходим на другую сторону Так, проверяем для начала Чтобы колесо свободно крутилось Ничего не задевает особо Колесо не клинит И приступаем к регулировке Здесь только единственный нюанс То, что вот этот вот блок нужно будет уже вращать Против часовой стрелки А не по часовой, как было у правого заднего колеса То есть принцип заключается в том Чтобы при регулировке задней колодки заднего колеса Ключ, которым мы все это дело регулируем Проворачивался в сторону передней части машины А когда мы регулируем Сейчас, секундочку Переднюю колодку заднего колеса Ключ должен вращаться в сторону задней части машины Так, ну вот здесь вот тоже при поворачивании болта у меня упирается В колодку Знаешь, здесь с колодкой все в порядке Переходим на другую сторону Давай Крутим колесо вперед Так, ну вот здесь вот тоже Колесо застопорилось Так, ну вот Чуть-чуть даже перетянул Немножечко назад Так, ну все Колесо свободно вращается Можно переходить к передним колодкам Вывешиваем переднее правое колесо Смотрим, чтобы оно свободно вращалось И приступаем к регулировке Так, здесь также у нас два эсцентриковых болта С этой стороны и с противоположной стороны И оба вот эти вот болта Они должны крутиться против часовой стрелки Но это относится только к переднему правому колесу То есть ключ нужно будет таким вот движением В сторону задней части машины проводить При регулировке Так, ну вот Ага, все Слышан был щелчок При дальнейшем повороте ключа Колесо начинает подклинивать Значит, это в колодочку у нас тоже В порядке Переходим к противоположной стороне Так, и так же крутим колесо Как при движении машины вперед Так, ну вот видите, ребята Ага, ну все Вот здесь вот колодка конченная То есть я кручу Эсцентриковый болт И он просто в холостую Проворачивает Ну вот где-то чуть-чуть касается Сейчас мы попробуем Этот момент найти Нет, от колодки, видимо, ничего там не осталось Никакой регулировки не поддаётся Снимаем колесо Так, ну прежде чем Приступить к снятию правого переднего колеса И заменить колодку Мы убедимся, что с левым передним колесом У нас всё в порядке Или не в порядке Так же вывешиваем колесо Так, смотрим, чтобы оно свободно крутилось И приступаем к регулировке Так, в общем, при регулировке Левого переднего колеса Оба эксцентриковых болта Должны крутиться по часовой стрелке То есть ключ должен идти Так же в сторону задней части машины Поехали Давай Всё застопорилось Не двигай Так, ну вот с этой колодочкой Попробуем, посильнее крутани Так, ну с этой колодочкой у нас всё нормально Переходим к другой колодочке Так, вот она у нас Толюбочка Эксцентриковый болт Точнее Крутим Ещё 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 Так, ну вот здесь вот тоже колодка, в принципе, в нормальном состоянии Так, ну вот здесь вот тоже колодка в принципе в нормальном состоянии Толшо Эксцентриковый болт Толшо Субтитры сделал DimaTorzok Винтики уже поменять надо Так, ну вот это собственно колодочка Вот отсюда посвети Вот он у нас, друзья, износик В принципе, можно было подвести вот этот вот упорный палец, подрегулировать им, но будем менять на новую колодку Так, снимаем вот этот вот шплинтик, проворачиваю его на 90 градусов и вытаскиваем Так, снимаем теперь пружинки Раз пружинка Два пружинка Так, колодочка освободилась Так, теперь нам нужно вытащить вот этот вот упорный палец, который с противоположной стороны затянут гаечкой Берем ключ на 19 Ну не без трудностей, конечно, откручивается эта гаечка Так, вот сейчас пытаюсь удержать сам палец ключиком на 6 В общем-то у меня не стало ключика на 6 Придерживал плоскогубцами Сам опорный палец и таким образом открутил Бывает момент даже похуже Вот этот вот палец внутри прикипает к тормозному цилиндру И очень сложно выбивается Ну, в принципе, любая ВД-шка или РВ-шка хорошо справляется Со своей задачей Все это размокает Откисает Ну, единственное, что нужно сделать, это накануне ремонта А не во время ремонта Вытаскиваем палец Натеряем гровер Так, кстати, сразу по поводу упорного пальца Вот эту часть перед установкой можно смазать любой смазкой Там литолом или шрусом Чтобы в дальнейшем вот это место не закисало И при последующей замене колодки все это происходило намного легче И теперь приближаемся, собственно, к теме нашего видео Так, пыльчик мы сейчас поменяем Вот эту вот часть, друзья Я рекомендую обязательно промазать также каким-то литолом Ну, я пользуюсь шрусом или синей, какой-нибудь там американской смазкой Которая хуже вымывается водой, чем литол Это делается для того, чтобы предотвратить попадание влаги сюда И цилиндрики у вас будут уже служить в два, а то и в три раза дольше Честно сказать, я не помню, когда последний раз их уже менял Вот, просто каждый раз, когда я меняю колодки Я снимаю пыльник Ну, пыльник потихонечку изнашивается, конечно, от наличия литол там или другой смазки Ну вот, при замене пыльника я убираю отсюда всю старую грязную смазку Кусочки глины, которые сюда попадают, кусочки грязи И забиваю свежий После этого ставлю новый пыльник И цилиндрик еще будет долго-долго ходить Вот так вот плотно закрываем все доступы воды Всяких там луж И ставим свежий пыльник сверху Так, вот так это все будет выглядеть в собранном виде Теперь можно приступать к обратной сборке Лучше, конечно, эту процедуру с цилиндриком проделать Пока цилиндрик новый Так вот, открываем пыльнички Берем смазку Ну, в данном случае я использую шрус Но можно обработать смазкой получше И забиваем все вот эти вот полости Чтобы влага у нас сюда не проникала После этого резиночка легко ставится на место Аналогично с этой стороны Обрабатываем Так вот все забиваем После чего пыльник возвращаем на место Излишки смазки удаляем Кстати, этот принцип действует не только на автомашины у вас Но и на другие машины С похожей тормозной системой Перед обратной сборкой нужно будет свести эксцентрики В самое крайнее положение То есть, когда они только-только начнут разводить колодки Ну, примерно это вот так вот будет выглядеть После этого возвращаем колодки в первоначальное положение Ставим шплинты После этого берем два ключа Вот так их устанавливаем И вдавливаем цилиндрики обратно Так, опа Вошел И нижний тоже После этого пружинки будет установить намного легче Так, опа Так, ну и таким же образом ставим Нижнюю пружинку Так, настраиваем колодочки Подводя их Так, ну вот легкое такое шыркинение началось И с той стороны Крутим Что, все? Так, ну, в принципе, колесо свободно проворачивается Так ее оставим Ну, проехав где-то километров сто Можно будет подвести колодочки еще немного Ну и прежде чем куда-то ехать Не забываем Несколько раз нажать педаль тормоза Чтобы вернуть цилиндрики В рабочее положение Друзья, если это видео хоть чем-то оказалось вам полезным Можете поставить лайк Подписывайтесь на мой канал Впереди у нас еще будет много Видео по ремонту машины Всем удачи